на смотри старый млад начинаю свой обряд вася тебе скоро 28 лет что с тобой успокойся приглашаю наших телезрителей смотреть нашу программу что это за гадание что за обряды есть проще реклама lightbox и билборды за смс-ки рассылки это для тех артём у кого есть деньги и что реально помогает твои эти выступать а как ты думаешь откуда у нас такой рейтинг в первом сезоне нас смотри чтобы не устать начинаем отрывать понедельник понедельник раз чудесный начинаем с благой вести у нас 30 сентября этот день будут отмечать переводчики кстати ты знаешь что говорят о переводчике нет это тот человек которого не видно пока он не ошибется о ты полностью прав о переводчиках расскажут нам гвн щеки очень часто люди устраиваясь на работу врут о своих способностях но потом и может это аукнуться здрасте вадим игоревич вызывали меня здрасте иван у вас в резюме написано что вы свободно владеете английским это так отлично у вас есть возможность это показать потому что наш переводчик заболел сейчас сейчас да здравствуйте джон кучек скажите сколько долгосрочных контрактов вы готовы заключить с нашей компании с нашей компании именно долгосрочно ждутworkershuh да не желтых yellow а а а а а ммonna и bird der 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 плод и купят жутбол ед 720 на ME и ridden britain в тауке данный биле джон кн-шутбол канит Так, почему он молчит? Походу, дело развод какой-то... Да какой развод? Скажите ему, что мы готовы пойти на любые уступки. Можно пару слов в словаре? Посмотрите, только донесите до него, что мы готовы пойти на любые уступки. Мы... Так. С таким английским вы закончили мгимо? У вас написано английский, испанский, итальянский... О, спаниш! Я не могу говорить спаниш. Чего вы раньше молчали? Синьор, уэсэконтурто, уэсторфанто. Отлично. Пофортофанто, фэричано. Молодец. Мэсэрикондо, фандонки. Папар Американо. Так, пошел отсюда, придурок. Артем, прошли дни, когда ради книги мастер и Маргарита нужно было становиться в очередь. А чтобы найти собрание Пушкина, нужно было и по сусекам поскрести. Ах, а теперь на смену привычной ладони книги пришли электронные. Электронные, 21-й век, 21-й век, гаджеты. Но сегодня можно вспомнить про настоящую книгу. Мы обращаем все российские, все украинские, друзья мои. День библиотек. Библиотек. Пожалуйста, все учиться. Артем, помнишь, когда в детстве наберешь полный ранец книг, что он аж так круглый становится и бежишь во двор? Потому что на кожаный мячик денег не хватало. Ты полностью прав. О, а я вот хочу поблагодарить сегодня всех тех, кто смотрит нас через интернет. Но повода нет. Артем, для благодарности не нужен повод, раз уже зашла речь. В этот день Всероссия отмечает День Интернета. Нет, скорее всего, это не День Интернета, а по большей степени это как бы День Интернет-пиратов. Давайте спросим у прохожих, за что они благодарны Интернет-пиратам. Смотрим. Сидя дома на диване, владельцы персонального компьютера могут скачать любой фильм, просмотреть его и не заплатив при этом ни цента. Можно ли быть благодарным Интернет-пиратам? Мы спросим у жителей нашей столицы. Поехали, поехали, поехали. Нет, нет желания Интернет. Ну, я думаю, что отчасти можно, потому что не у каждого есть возможность сходить в кинотеатр. Спасибо большое, с низким поклоном. Ну, я думаю, что на данный момент ни за что. Почему? Такие люди стараются, создают продукты интеллектуального труда, и этот продукт бессовестно воруют. Я за оригинальную версию. У меня знакомый в Канаде живет, да, он платит за все. Он платит за установку Windows, он за все платит. Честно, даже я пользовался их услугами, ну, первых порах, правда, сейчас, стараюсь от этого отходить. Ну, я не могу сказать, хорошо это или нет, но если хороший фильм, то можно посмотреть. Вас же тоже будут штрафовать? В нашем регионе нет. И в Украине не будет, и в России не будет. А как же авторские права? А вот, допустим, ты, будущий Джеймс Кэмерон, да, снял «Аватар 6». Для нас хорошо, для самих производителей плохо. Снял этот продукт, вложил много сил, денег в это все, и тут твой фильм из того, чтобы люди платили за него, за просмотр, а они бесплатно его скачивают. Как ты относишься к этому? Нормально. Нормально, да? Да. Все-таки ты за народное использование продукта? Да. А как, по-вашему, выглядят вот эти пираты 21 века? Мы. Все. А такие же люди, как и мы. Может быть, носят борды, может, носят усы. Я думаю, больше виртуально. Такие же образованные, ходят в кафе, пив, кофе. Просто они настолько помешаны на компьютерах и на всех программах, что, мне кажется, их мало волнует женщины. Что вы лично можете пожелать интернет-пиратам в день интернета? Сворачивать свою деятельность. Эти люди хотят запретить интернет, удовлять торренты, засудить нас. Хотите купить за свои кровные продолжения бригады только для того, чтобы потом написать матерный комментарий о том, как вы не смогли оселить этот отстой? Покупать игры по фильмам. Мы с вами скачаем весь интернет целиком. Скачаем. Раздача. Закачка! Да. Скорость поперла. С раздачи не уходим. Скачать интернет! Объявляю и открываю новую традицию. Под фанфар. Под фанфаром. Летс го. Можно я позволю поздравить себе тех людей, кто живет в нашей стране, и у них есть повод отмечения. Интереснее. Одобряешь? Таможня дает добро. Конечно, одобряет таможню. Ведь я говорю о том, что сегодня Приднестровская Молдавская Республика празднует 1 октября День Таможенника. Это тот день, когда на таможне нет очереди. Либо она еще больше. Просто шлагбаум. И никого не пускает. Сегодня таможня не работает. А я не говорю. Я прошу прощения. Сашина Петрова. Украина. На море. А пока Артем выпрашивает свой паспорт обратно, мы продолжим говорить о знаменательных датах. Ты когда-нибудь переживал о том, как к тебе будут относиться люди? Нет, конечно. То есть тебя это не заботит? Ты так живешь себе спокойно. Как ты знаешь, что очень многие тебя вообще избегают и с тобой даже не хотят общаться. Почему? Ну, потому что мне кажется, что ты не социально адаптирован. Дело в том, что мне не надо быть социально адаптированным. Я не был до этого времени в местах не столь отдаленных, чтобы мне потом социально адаптироваться. Ладно. Я просто искал. Я могу говорить об этом вечно, да? Я просто хотел тебе сказать, что сегодня не замечательный повод. Если ты не социально адаптирован, то пойти к людям, которые занимаются тем, что... Я запишу номер. Пиши. Давай. Международный день социального педагога. Номер телефона 779-500-445-379. Социальный педагог Эльвира? Эльвира. Или... Я вот знаю одну знаменитую актрису, которая мечтала быть социальным педагогом, но так ее мечта не сбывается. Но зато она снимается теперь в кино. Так. Она очень известная. Кто это? Это та, о которой я думал, да? Нет, это не Александр Песков. Это Мэгги Грейс, знаменитая актриса, всем полюбившаяся по сериалу «Остаться в живых» и в фильму «Заложница». В нашей рубрике именины Аль Пачины. Набирай давай. Все, набираю. Через ноль не забудь. Там роулинг. Дорога. Вадь, не трогай торт, прошу тебя. Сань, ты же его не брал там. Все, тише. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы, что с ним... Алло, Мэгги? Это Артем из отрывного календаря. У вас все хорошо? Да, спасибо. Вась, уйди от торта, прошу тебя. А у вас как? Что там, вы добрались уже? Почему не позвонили? Мы бы вас встретили. Просто в аэропорту была такая суета. Где вы сейчас? Мы в студии. Ждем вас. Ждем вас даже с тортом. Вась, уйди, тут. А вы где? Я в комнате. А у вас все нормально там? Как вам наш отель? Да. Только мне страшно. Это нормально. Это первая реакция каждого туриста в нашей стране, на наши отели. А что там у вас из современного? Есть что-нибудь там, кроме розеток? Тут есть парковка. Ого, у вас такой большой номер. А спите вы где? Я возле трубы. Слушайте, так у вас люкс. Ну, сразу видно, наши люди строили. О боже, они здесь. Да не бойтесь их, они безобидные. Самое главное, что они квалифицированные. Мэгги, а знаете почему? Нет. Потому что у них самое высокое количество баллов в игре в Петрис. Я этого не знала, клянусь. Ладно, Мэгги, не теряйте времени, собирайте багаж и к нам в студию. Мы вам покажем настоящее преднестровское гостеприимство. Скажи мне, что делаете, я сделаю. Да просто вызывайте такси и к нам в студию. Да. Все, ждем вас. Ага. Слушай, надо было сказать, что торт купила. Все-таки праздник как-нибудь. Что бы ни говорил Павел, Глоба у нас пооптимистичнее будет. Первый вариант песни Ивана Дорна. Глоба, Глоба. Как оптимистичнее будет 3 октября, утвержден сигнал СОС. И как его незнающие люди только не расшифровывали. Ну, СОС. Самый опасный Сантех. Системистически отзывающийся сосед. Стеснительный олигарх самаритяне. Друзья, мы сейчас узнаем, как наши телезрители расшифровали аббревиатуру СОС. Когда-то Оскар Уальд сказал, что старики верят всему. Зрелые люди во всем сомневаются. А молодежь знает все. Сейчас мы узнаем, прав ли был Оскар. Знает ли молодежь, как расшифровывается СОС? СОЛВ АУЛАФ. Эээ, о, нет. Как это переводится? Социальные аспекты... Севера. А, севера. Так чего? Социальные аспекты севера. Спасите... Окружение. Окружение. Сосиску. Она же, по-моему, креативит, а? Сосиску говорит. Ну, я знаю, что там что-то. Помогите кому-то там. Ладно, Машка, беги на пары. Девочка студентка, сладкая консветка, милый голосок, тонкая манежка, птичка перелетная. Девочка студентка. Вторая пара закончилась, да, и хотите нам сказать, как расшифровывается аббревиатура СОС? Спасите наши души. Сейфауа, СОЛС. Я же не студент. А кто вы? Реподаватель английского. Вы знаете, что многие студенты даже не знают? Ну, наверное, их стоит научить. Я обязательно приду сегодня на пару по-английскому и научу их. Итак, повторяю вопрос. Что такое СОС? Нестор Петрович, непонятно. Ну что здесь непонятного? Всем два. Нестор Петрович, что же это такое получается? Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Часто я даже не думала об этом. Мне нужно анатомию повторять, я тебя прошу, пожалуйста. Что ты знаешь об анатомии? Понятно. Берем желудок. Это мы не берем, а включаем. Ну давай придумай, ты же креативщик. Сосновидный отросток. Сосновидный железы. Еще раз перепишем. Обожаемые телезрители, разговариваем с нашими коллегами, журналистами. Какого курса? Первого. Как расшифровывается аббревиатура СОС? Мы только начинаем, молодой человек. Спасите наши души. Умничка. Мы сидим вместе за партой. Дай ей списывать, хорошо? Шульбами, шульбами, жулики родные. Наказала нас судьба за белоплату. Вы сейчас можете наблюдать, как студент трапезничует между парами. Скажите, пожалуйста, приятного аппетита в первую очередь. Как расшифровывается СОС? Я не знаю. Я не буду вообще говорить, что это за дела. Это не дела, это люди с камерой. Я вижу. Есть какие-то предположения? Не считаю нужным отвечать. Да что вы все. То не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как в трамвае. Чего вы мне жить не даете? Какая передача, как передача? Отрывной календарь. Отрывной календарь? И что там показывают? Вас. Не надо нас показывать. Социально образованный студент. Студент. Да. А вы подходите вот это описание? Социально образованный студент. Не считаю нужным отвечать. Спасите наши души. Спасите наши души. Спасите наши души. Ну все, нормально, молодец, беги на пару. И побежал. Реально именно рванул. Не остановишь. Пыль из-под кроссовок летит. Улыбаешься, Вася? И правильно, потому что у нас 4 октября, пятница. Всемирный день улыбки. В этот день Артем тебе, операторы, студия, дорогие телезрители, предлагаю всем улыбнуться на брудерша. Я понимаю, особенно тебе. Ну ты активар, понятно, но искренне хочется. Без лицемерия. Да, без лицемерия? Да. Сейчас. Тяжело. Сейчас. Внимание. Как мама в детстве учила, без лицемерия. Сейчас. Упражнение поцелуй-улыбка. Итак, губы очень сильно отводим вперед и улыбаемся как можно больше. Вот так. Пятое октября. Суббота, суббота, перейди на Федота. С Федота на Якова, с Якова на всякого. Теперь вы понимаете, как с помощью фольклора мы вызываем субботу дождь и пожарных. В общем, что у нас там? Пятое октября у нас Всемирный день учителя. Ура! Именно в этот день из учительской доносится, знаете, запашок салатиков, ну и полугубрикатов. А старшеклассники думают, что они стали умнее. Все-таки день самоуправления как-никак. Да. Об учительских заметках в дневниках нам расскажет Екатерина Орлова. Ребята, у кого есть вопросы? Что делать, если Сережа меня тянет за косы? Полиночка, скажи папе Сереже, что торговля волосами уже не рентабельный бизнес. Так, что еще? Нас всех беспокоит вопрос. Откуда берутся дети? Ну что, Никочка, тебе сказать? Дети берутся из общего понятия совокупности решаемых задач государственной политики по вопросу увеличения ежегодного процесса прироста населения республики за счет выполнения всех социальных программ, касающихся демографии. А, поняла. А мы-то думаем, при чем здесь капуста? Что, вопросов больше нет? А, вижу. Вставай. Екатерина Олеговна, что делаешь, чтобы не ходить на продленку? Сереженька, скажи, а кто у вас в классе лучше всех подделывает подпись учителя? Тигран. А, ну, тогда к Тиграну и обращайся. Ага. Так, кто у нас дальше? Есть вопросы? Вставай. Екатерина Олеговна, меня беспокоит вопрос. Что делать, если я не доедаю в столовой? Никита, солнышко, если ты в столовой не наелся, значит, твой одноклассник – сын поварихи. Ага, есть такое дело. Связи. Так, у кого-то еще есть вопросы? Да. Что, если я видела, как одноклассник ел мел? Майя, мел золотник – да дорог. А, мудро. Ага, спасибо. И так дальше. Никита, солнышко, что тебя беспокоит? Что сказать родителям, чтобы не пойти в школу? Никита, скажи им правду, что сегодня уроков нет. Так они не верят! И еще вопрос. Слушаю. Что делать, чтобы не заснуть на первом уроке? Спать на втором. О, а я как раз с собой подушку взял. Приятный сон. У кого-то есть еще вопросы? Елена Олеговна, а что делать, если сосед по парте списывает? Валечка, вот тебе мой совет. Учись хуже. Что? Да шучу. Подари ему ксерокс. Да пускай лучше списывает. Ура! Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем и опять писать начнем. Есть вопросы? Да. Что делать, если я подарила на 23 февраля открытку, а мне Сережа подарил айфон пятый? Викуля, покажи мне, кто такой Сережа? Сережа, встань. Сережа, запомни. Дорогие телефоны нельзя дарить маленьким девочкам. Дорогие телефоны нужно дарить несостоятельным 21-летним актрисам, работающим на ТВ. Понял? Стоп, снято. Кать, ну че ты детинный телефон-то разводишь? Паша, успокойся, все нормально. Место даю грязенья, отрываю в воскресенье. Прошу вас. В этот день, в 1650 году, Генри Робинсон, ты его не знаешь, это не твой кум, открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство. Благо, в нашем регионе брачных агентств не так уж и нет. Нет? Да. Так что мы сегодня поговорим с начальником отдела ЗАГСа города Тирасполя Еленой Стуловой. Каково быть начальником такого серьезного учреждения? Интересно и очень ответственно. Сколько людей у вас почти? Девять, двое в Днестровске, шесть, семь в Тирасполе и двое в Днестровске. Все холостяки? У нас все девушки и все замужем. А только девушки работают? Да. А что, мужчины не берут в ЗАГС работать? В Приднестровье у нас нет мужчин, которые в ЗАГСе работают, а в России есть. Сами вы замужем? Да. У нас делали бракосочетание? Да. А сколько вам обошлось? 22,60. Я платила госпошлину. Так стоит, да? За неторжественную регистрацию. Торжественная регистрация уже обходится и много дороже. Можно узнать, чем отличается неторжественная и неторжественная? Неторжественная регистрация – это когда новобрачные просто приходят в ЗАГС, расписываются, мы поздравляем их. То есть неторжественная от торжественной отличается? Обрядом. Просто обрядом, да. Что ни пятница или суббота, вся столица гудит. Машины красивые, свадьбы. Все девочки в люке из лимузина торчат. В какой день на вашей памяти был рекорд росписи ЗАГИН? Это было несколько лет назад, в 2009 году, если не ошибаюсь. 49 свадеб в день-день. Можно ручку? 49 по 22 рубля. Кто первым начинает плакать во время бракосочетания чаще всего? Ну, либо это невеста, либо ее родители. Наконец-то! За ней со стороны мужа никто не плачет. Нет, бывает, что женихи рыдают. Сентиментарные, да? Да, бывает. А существует такая вот акция у нас, допустим, женись второй раз и получи скидку? Нет. Нет. Были какие-нибудь интересные случаи, такие курьезные, может быть, смешные во время церемонии бракосочетания? Ну, такие случаи бывают часто. Это чаще всего связано с нервным состоянием молодых и их гостей. Часто бывает, что вместо жениха отвечают свидетели, либо гости выкрикивают из зала «да». В фильмах мы часто наблюдаем такие моменты, когда невесты сбегают, либо женихи. И у нас такое бывает? В моей практике этого не было. Видишь, у нас все-таки преданные, верные, да последние. Да как она убежит ноги в бетоне? Часто в вашей практике встречаются пары, которые очень разнятся по возрасту? Такие случаи бывают, и, как правило, это пары, в которых мужчина старше женщины. Но бывают и обратные случаи. А вот априори этот мужчина должен быть олигархом? Нет. Елена, мы просим вас сегодня связать узами программу «Отрывной календарь» и наших дорогих телезрителей. Добрый день, дорогие новобрачные и гости. Мы рады вас приветствовать на торжественной церемонии бракосочетания двух близких вам людей. Сегодня, 29 сентября 2013 года, эта замечательная пара решила соединить судьбы и сердца. Трогательно. Дорогая программа «Отрывной календарь». Согласны ли вы взять целевую аудиторию? Законной супруги. Да. Да. Согласны ли вы целевая аудитория взять законной супруги программу «Отрывной календарь»? Я согласна. Какая у нас большая целевая аудитория. Учитывая ваше взаимное согласие, выраженное в присутствии свидетелей и зрителей, ваш брак регистрируется. Ура! Подпись, подпись, подпись. Директор, ты вот здесь, подпись. Нам ведь юридическую силу. Он будет на веке. Можете поцеловать телевизор. Ну что ж, уважаемые телезрители, теперь мы с вами на века, потому что сегодня, 29 сентября, узами брака нас связала... Начальник отдела ЗАГСа города Террасполя Елена Столова. Спасибо вам большое, Елена Валерьевна. Дорогие друзья, ну и по традиции совет недели. Сегодня все отмечают Всемирный день сердца. Это тот случай, когда не стоит забывать не только о своем сердце, но и о сердце близких и родных. Но постарайтесь отметить Всемирный день сердца так, чтобы не пострадал Всемирный день печени. Это был отрывной календарь. Пока. Помните, что праздники нужно отмечать. Редактор субтитров А.Семкин